Андрей, конечно же хочется от вас услышать все аспекты необходимые при работе с бензопилами Вообще с чего ваше утро начинается и чем ваш вечер заканчивается Николай, как я понял из нашего разговора с вами, этими пилами вы работаете 5 месяцев Если мы их будем сравнивать с тем же самым улеоматом, кускварным, штилем, минусы-плюсы, вот именно для вас Друзья, обратите внимание, что каждая пила нашей зимы не пронумерована Этот экземпляр у нас 162-й, закапливаем он за титовым Ладно, можно мне хотя бы дерево-то завалить, хотя бы одно? Конечно нет, у нас специально обрученные люди, у нас есть техника безопасности Категорически нельзя, вы можете смотреть, наблюдать на расстоянии Вот есть удостоверение, которое необходимо иметь при себе, это вальчиков У вас такого нет, поэтому живите долго и счастливо Кряжет, когда идет, чтобы ума не ебаться и спину не напрягать Он идет, причем же не есть шина, то есть ты не наклоняешься А 40 сантиметров берут в основном старые старожилы Я видел людей, которые профессионально варят лес в маленькой пилу, им большая шина не нужна Он запил, сделал, с этой стороны пропил, сделал Если даже у нее шина не достает, он ее проколол, проколол Туда-сюда сделал, все Всем привет, друзья! Вы на канале садовой техники Gardenstock Меня зовут Алексей, и я его ведущий Всех вас рад снова увидеть Вот мы и доехали в наше лесничество, к нашим партнерам У которых сегодня будем брать интервью Алексей Николай Николай, это один из тех людей, которые занимаются валкой леса каждый день И знаком с этим не понаслышке Поэтому я ему буду сегодня задавать вопросы, а он будет мне на них отвечать Николай, сколько вы вообще этим делом занимаетесь? Насколько вам это нравится? Конкретно я два года занимаюсь валкой Нас больше всего интересует, как и меня, в принципе, как вы познакомились с пилами Zimani И до этого с чем вы работали? Ну и вообще, откуда она у вас появилась? Выдали Выдали, хорошо Работал пилами Олеомак, Штиль Иногда Хускварной приходилось Так, давайте заострим внимание на Олеомаке, Штиль и Хускварна Что вы считаете из этих трех брендов? Наверху, что средняя, а что, в принципе, самая нестоваша? Ну, Штиль, несомненно, это первое место Штиль, ну... Хускварна второе Конечно, Штиль Друзья мои, я вам уже говорил, что Штиль люблю и я И мне он действительно нравится Я считаю, что Штиль это та компания, которой и я, и вы можете смело довериться Что касается Олеомака и Хускварны Хускварна, второй Олеомак, третий Не знаю, знаете ли вы или нет, но в московском регионе вообще обычные зеленые деревья Их валить запрещено законом То есть мы можем валить либо сухостой, либо какие-то деревья, которые уже у нас, ну, болеют Крает какой-то, еще что-то Ну, то есть чем-то они поражены И обязательно оно должно быть вот с такой вот пометкой Как вы видите, вот есть такая пометка Значит, мы это дерево имеем право заводить Сначала дикатарку, чтобы не достать Вот эти масты Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Почему он штиль? Почему вам нравится штиль? Мощные пилы То есть они самые мощные, по-вашему, самые оборотные С ними работать легче всего То есть, как я вам и говорил, соотношение веса, мощности и скорости пиления Это основные факторы, которые влияют на волку деревьев Нам нужно быстрее закончить работу и быстрее пойти домой В принципе, что и требуется Хорошо, в принципе, с этими брендами мы уже все знакомы и давно их знаем Как вы познакомились с компанией Zimani? И сколько вы ими уже работаете? Что самое интересное Потому что мы всем, друзья, сказали, что с этими пилами Мы их завезли уже практически год назад И отдали нашим партнерам 8 месяцев назад А сколько именно вы работаете с пилами Zimani? Конкретно я 5 месяцев работаю Обращаем внимание, что каждая пила у нас пронумерована И обязательно закреплена за каким-то человеком Данная пила у нас закреплена за Титовым Номер 162 Можем обратить внимание, что здесь уже ручка отломалась Компания Zimani Если ее сравнить с тем же самым Олеумаком, Хускварной Либо Штилем Вот ваше мнение Вот, к примеру, мы сейчас работали 361-й пилой Она, если сравнить ее с аналогами Штиля, Хускварной Достойная пила? В принципе, да То есть, ей можно выполнять все необходимые работы именно в профессиональных целях? Возможно Возможно А 660-я пила, которая уже у нас идет практически 100 кубов Ей можно выполнять любые работы на лесоповале Абсолютно любые Да Что касается работы Как вы говорите, вы этими пилами работаете уже больше, чем 5 месяцев Ну, либо 5 месяцев Я там не буду придираться к словам Что за это время у вас с этими пилами происходило? Какие недостатки и какие достоинства вы можете отметить? Недостатки это слишком мягкий металл на ручке На дуге А это то, что я, кстати, говорил Но это случается только с пилами зима Или это и с Кускварной, с Штиллем Абсолютно со всеми спилами может быть Со всеми пилами То есть это, как бы, мягкий металл Это на ручке Это минус всех бензиновых пил Даже пусть они будут 10 раз профессиональные Правильно я вас понимаю? Да Да, что касается именно нареканий По запуску бензопил По наработке цепей, шин Да все нормально То есть никаких проблем Что касается комплектующих Насколько часто вам подвозят? Подвозят по возможности Ну, то есть, когда нужно По запросу, скажем так Вот это сейчас пилой пилил Гораздо легче Но одной рукой эту пилу может без напряга Это какая? Это зима 361, да? 361 зима То есть у нее одной рукой Перекидывает справа налево Ага Она ей повесил в дом Легче Для таких полов, да Спасибо за субтитры Алексею Дуброва Они очень легкие Но при этом хорошие обороты выдают То есть ими достаточно легко работать За 5 месяцев вы их успели оценить Получить от них обратную связь И понять, что это действительно профессиональная вещь Которой можно работать хоть по 8 часов в сутки Ну, 5 месяцев – это малый срок для объективной оценки таких пил Хорошо, друзья мои Тогда мы обязательно приедем еще через 5 месяцев Но здесь самое главное понять За эти 5 месяцев у вас какая-то негативная связь была с пилами зима Или только позитивный настрой? Негативных связей не было, только позитивный настрой То есть они работают, как вы ими пилите каждый день Все отлично? Да Николай, вы бы такую пилу себе лично купили для дома? В домашнее пользование я бы купил пилу с меньшей кубатурой Конечно, ведь у нас сегодня пила с вами – это 59 и практически 100 кубов Такая пила не используется в домашних условиях А вот 180-я, либо 250-я, я думаю, Николаева отлично подошла Субтитры сделал DimaTorzok Мы же в свою очередь продолжим дальше У нас с вами Андрей, это мастер Когда мы работаем с нашими партнерами Мы обязаны поставлять не только сам инструмент Но обязательно расходный материал и также все необходимые запасные части А с последней нашей историей вы знаете, что такие пилы, как фускуарно, полиомак и штиль На данный момент Российская Федерация ни инструмента, ни расходников практически не поставляет Да, сейчас вы все напишите, что вот же пришло масло, штиль, цепи штиль Нет, друзья мои, здесь нужен полный комплект и запасных частей, и расходных материалов И только тогда лесничество будет работать К вам вопрос, Андрей Расходные материалы из компании Zimani у вас все есть в нужном размере? В данный момент, в принципе, все у нас нормально, все устраивает То есть расходники к пилам есть А по запасным частям есть какие-то проблемы? Нет, по запасным частям проблем нету, потому что все нам выдается вовремя и в срок Это самое главное И, конечно же, пилы Zimani мы обслуживаем Насколько часто у вас проблемы возникают с этой компанией? Ну, проблем, в принципе, за эти месяцы у нас не было И повторюсь, с пилами Zimani, с компанией Zimani, наши партнеры работают уже 8 месяцев За эти 8 месяцев какая-нибудь пила вышла из строя у вас? Или они до сих пор все в строю? Так, две пилы у нас ушли на техобслуживание То есть и потом обратно к нам возвращаются То есть полная боевая готовность, можно так сказать И вот, как Николая я уже спрашивал, хотелось бы задать тот же самый вопрос вам Вы чувствуете, что это достойная альтернатива, которая может заменить на российском рынке Те же самые брендовые фирмы Ну, как бы сравнивать за это время Ну, в принципе, да Мы можем ей работать так же Не теряя ни в качестве, ни во времени Это самое главное Мы не теряем ни в качестве, ни во времени И выполняем все необходимые работы Андрей, конечно же, хочется от вас услышать все аспекты необходимые при работе с бензопилами Zimani Вообще, с чего вот ваше утро начинается и чем ваш вечер заканчивается? Ну, утро мое, как мастер, начинается с того, что я должен обеспечить людей пилами Проверить технику безопасности Они должны у меня расписаться в наряде Дальше мы грузим все пилы, бензин, масло И выдвигаемся на делянку, где производится работа Повалки деревьев с пилу Также раскрыжевки их И вывозы все на полигон Ну, в принципе, вы эту картину можете наблюдать сейчас Мы от вас ничего, как я уже говорил, не открываем и показываем все наглядно Чтобы вы непосредственно уже приняли обещание и поняли, что компания Zimani может спокойно заменить все те пилы, к которым мы уже так с вами давно привыкли И вы плюсы и минусы видите у этих бензопил? Ну, минусов особо за это время мы не увидели, так как еще работаем Нет, это мало времени Ну, плюсы, в принципе, это, во-первых, обеспеченность запчастями, то есть не приходится ждать долго Также плюс у нас достаточно легкая пила То есть может работать, то есть рука не устает, а можно работать продолжительное время ей Заметьте, это уже повторяет второй человек Не только сам лесоруб, но и мастер отмечает, что пилы действительно очень легкие и очень оборотистые Это то, что я вам говорил, что они действительно являются профессиональными Ну и самое главное Расходные материалы, которыми вы пользуетесь, они все от компании Zimani Цепь, шина, ну и сам моторчик За это время какие негативные моменты с этими бензопилами у вас случались? Да, особо никаких Ну, цепь бывает, может, там растягивается То есть достаточно быстро цепи растягиваются А вот тут сравнивают с теми же самыми хускварными, штилем Нет, на всех пилах они растягиваются, просто в зависимости еще от качества материала То есть бывает и хускварная растягивает цепь Одна партия нормальная, вторая ненормальная Хорошо, наверное, я неправильно задал вопрос Пилу Zimani можно смело назвать профессиональной пилой, которой можно выполнять все профессиональные работы? Ну, на данный момент, да То есть, в принципе, работаем и горе не знаем Не понимаете, друзья мои, пилы Zimani это действительно профессиональный инструмент Андрей, в любом случае, спасибо, что нас приняли, уделили нам время, показали не только, как происходит работа, но и на словах дали обратную связь Благодарен, огромное спасибо, мы обязательно к вам еще заедем, чтобы уже получить действительно достоверную обратную связь через год, а может быть даже чуть больше времени вам понадобится для этого Ждем вас, в принципе, не против, всегда рады До свидания, спасибо огромное А как вы думаете, а вы бы купили себе такую пилу? Обязательно две? Точно! Субтитры сделал DimaTorzok